друзья всем привет сегодня расскажу как начать делать иллюстрации спиртовыми маркерами вам понадобится карандаш ластик линеры маркеры акварельные карандаш и белый акварельный карандаш белая ручка и конечно же бумага которые расскажу вам чуть позже для начала вам понадобится простой карандаш желательно помягче далее у нас для того чтобы подкорректировать и наш рисунок мы используем клячку рекомендую использовать клячку потому что ластик стирает сразу весь рисунок ира может размазать карандаш клячка же стирает постепенно по слоям и очень удобно применение далее если ваш рисунок подразумевает контурные то я предлагаю использовать линеры скетч марки представлены очень разные набором продаются поштучно самый универсальный линер 01 линеры должны быть водоустойчивы для того чтобы маркер не размазал наш рисунок линеры очень хорошо ложатся по бумаге я бы даже сказала что скользят по бумаге очень приятно и удобно в использовании следующее у нас конечно же маркер непосредственно сами маркеры они у скетч марки представлены большой широкой цветовой палитре продаются в наборах по 12-24 цвета либо же поштучно маркеры бывают двух видов с разными наконечниками долото пуля цвета у каждого маркера подписаны либо же браши также подписаны которые имеют наконечник долото и есть который очень упруга мягко ложится по бумаге скользит очень ровно и хорошо ложится кисточка покрывает наш рисунок далее заправка маркер неодноразовый скетч маркер если ваш маркер закончился вы выбираете свой цвет который тоже подписан здесь заказываете дополнительные чернила которых хватает очень надолго заправляйте маркер и дальше вы используете здесь используем есть граммовка где вы можете понять сколько вам нужно залить маркером далее перейдем к акварельным карандашам если где-то вам что-то нужно подправить более тонко вы можете использовать акварель акварель из карандашу если нужно какой-то место высветлить и либо же сделать акцент либо что-то подправить вы можете использовать акварельные и белый карандаш белая ручка она ложится намного плотнее и лучше и равнее нежели белая гелевая ручка поэтому советую использовать именно ее. Очень удобно в применении делать какие-то блики, либо вы что-то где-то замазали, подправить, либо сделать какие-то акценты. Далее мы перейдем к бумаге. Бумага в скетчмарке представлена в разных размерах, в разных плотностях. Бумага, начнем, пожалуй, с самой тонкой, бумага А5. Также с ананасом, с обложкой ананаса есть бумага в размере А4. Тонкая бумага, 75 грамм. Очень приятный на ощупь, очень хорошо вложатся маркеры. Далее у нас бумага, всеми любимая, Бристоль, которая имеет плотность уже 300 грамм, формат А5. Очень удобно в применении, очень плотная. Бумага склеена очень хорошо, и вы можете, например, если вам рисунок нужно отделить, вы спокойно отрываете, и все у вас остается на месте. Далее бумага также формата А5. Она уже имеет более теплый оттенок, более шероховатый, и подразумевает то, что вы можете использовать какие-то другие материалы на этой бумаге. Вы и в других скетчбуках предыдущих можете использовать и другие материалы, но здесь она прям непосредственно представлена именно для этого, для смешивания материалов. 160 грамм бумага. Следующая новинка у скетчбук, скетчбук, 32 листа, плотно 160 грамм, мягкой обложки, более белоснежный цвет, гладкая бумага, очень приятная, очень ровная. Подробно вы можете посмотреть обзор скетчбуков на канале у скетчмаркера. И далее всеми полюбившиеся скетчбук в твердой обложке, с приятной на ощупь белой бумагой, где в скетчбуке имеется дополнительный лист для того, чтобы у вас не промокали чернила, и вы не пачкали следующий лист. Вы просто подкладываете, и следующий лист у вас остается чистым. Очень удобно в применении, если вы, например, рисуете где-то на пленэре или вы не дома, то можете путешествовать, можете взять, и вам не нужно что-то подкладывать. Очень удобно будет рисовать и делать какие-то свои рисунки, наброски, иллюстрации именно в скетчбуке с твердым переплетом. В этих же скетчбуках имеется твердая подложка, что тоже очень удобно брать с собой, если вы рисуете вне дома, не нужно ничего подкладывать для плотности. Будет очень удобно вам использовать в путешествиях, на пленэрах, и также дома тоже будет очень удобно. Поэтому здесь у нас все это предусмотрели, и я рекомендую использовать бумагу скетч-маркер-клаб, потому что она продумана именно для художников, для скетч-иллюстраторов в работе для дома и в работе вне дома. Всем большое спасибо за просмотр, желаю творческих успехов и больших-больших побед! Субтитры создавал DimaTorzok